Друзья, сегодня мы с вами познакомимся с замечательной породой. Когда-то давно они были прекрасными охотниками, потом переквалифицировались в телохранителей. Некоторые из них с успехом выступали в цирке. Но мировую известность им принесла сначала книга, а потом и мультипликационный фильм о 101 представителе этой породе. Догадались кто это? Ну конечно же, Далматины! Спонсор этого выпуска Хантер. Хантер – знак уважения к питомцам. Здравствуйте, с вами Григорий Манев и ток-шоу «Хочу собаку». Далматин. Рост от 54 сантиметров до 62 сантиметров. Масса тела до 32 килограммов. Группа номер 6 – гончие и родственные породы. Использование. Охотничья собака, собака-компаньон. Меня зовут Ирина Петракова. Я заводчик долматинов. Питомник мой называется Терлецкая Дубрава. Долматинов я развожу давно, сколько себя помню. Еще мои родители держали долматинов и разводили их. Я занимаюсь разведением, потому что когда человек растет с собакой какой-то определенной породы, ему уже кажется, что так и должно быть, что это нормально, что такая собака есть в семье, и, в общем, долматин меня практически всем устраивает. Я пыталась пару раз поменять породу, завести что-то другое, но поняла, что сердце мое все равно принадлежит именно этой породе. Меня зовут Екатерина. Я хочу завести долматина. Я с детства очарована красотой этой породы собак, и чем больше про нее я читала, тем больше понимала, что эта собака для меня. Ирина, здравствуйте! Спасибо, что нашли время приехать к нам, и наша задача рассказать Екатерине о всех сложностях и обо всех плюсах любимой вами породы, которая называется долматин. Здрасте, Григорий! Здрасте, Екатерина! Здравствуйте! Что смогу, расскажу. Изначально долматины выводились как собаки охотничьи. Ну, сейчас, конечно же, это совершенно другие собаки, но вот все-таки, что у них осталось от тех гончих изначальных? От тех гончих осталась активность. Активность, подвижность и способность бегать долго. Действительно, вот если долматина даже не очень обученного и даже совсем нетренированного прицепить к велосипеду, километров 10 он легко за этим велосипедом пробежит и будет готов бежать и дальше. Поэтому это, конечно, осталось тех времен, когда они бегали за лошадьми, ну, и вообще охотились, и вели такой очень подвижный образ жизни. Но сейчас мало кому достаются хозяева, которые способны на велосипеде или там на лыжах собаку гонять. Поэтому они привыкли и просто живут в квартирах и гуляют по возможности, по необходимости. Ну, давайте так, все-таки потребность такой активности нужно как-то удовлетворять. Вот как это правильно сделать? Найти правильного владельца для такой собаки, потому что не все готовы, не все могут и, самое главное, не все хотят давать ей тот уровень нагрузки, который собака хотела бы иметь, если бы у нее была возможность выбирать. Тот уровень нагрузки это какой? С какого возраста нужно начинать нагружать физически собаку? Как это должно вообще выглядеть? Не обязательно давать какие-то специальные нагрузки, там типа беговой дорожки или вот пристежки к велосипеду. Это хорошо, но не обязательно. Просто хорошая прогулка в общении с хозяином, какая-то активная прогулка, что-то кидать собака приносит, там дошли до пруда, поплыли, она принесла что-то из него и так далее. То есть вот не сидеть на лавочке, а как-то двигаться. А хорошая прогулка это сколько по времени и по километражу? Ну я вот скажу, что когда я еще там, например, училась в школе и мне завели очередного щенка, я гулять могла там по 6 часов в день с этим щенком, потому что нам обоим это доставляло удовольствие. Но на практике все люди, конечно, работающие. Я думаю, что если часа полтора в день собака активно гуляет, вот не стоя на месте, а вот именно как-то двигаясь, проходит при этом несколько километров с хозяином, а пробегает там, возможно, еще больше, то этого, в принципе, достаточно. Но если есть возможность, конечно, надо садиться на велосипед и ехать. Ирина, а у меня такой вопрос. Как долматины уживаются с другими животными? У меня, например, есть кошка, и, конечно, мне бы хотелось, чтобы они дружили. Или так же, как с пернатыми, либо мелкими грызунами уживаются. Обычно долматины любят, когда вокруг них какая-то движуха. И если это будет другая собака, любой причем породы, ну, не агрессивная, не проявляющая к ней агрессию, к которой можно как-то вместе контактировать. Вот если это будет пекинез, это будет прикольно, но не очень интересно, потому что они не смогут вместе веселиться. Если это кошка, которая не будет проявлять агрессии к собаке, ну, я имею в виду, вот спит, например, щенок, кошка взяла на него с дивана, там, прыгнула, там, на спину, вцепилась когтями, конечно, тогда дружбы не будет. А если кошка... Я их никому не понравилась. Да. А если кошка будет вести себя, пусть даже не заинтересованно, но не агрессивно, то они будут очень хорошо жить вместе. Ну, грузуны, я не знаю, они обычно по клеточкам сидят, но птиц держат очень многие, и каких-то, там, кроликов, черепашек тоже держат. В общем, о жертвах не слышала никогда. Не сообщается. Да. Дорогие друзья, первый вывод, который мы делаем, что это собаки для активных людей, не для домоседов. Название породы происходит от названия родины долматинов, Далмации. Это область на Балканском полуострове. Сейчас это территория современной Хорватии. Изначально долматиновы выводились как охотничьи собаки, но потом они стали сопровождать еще и своих хозяев, которые передвигались в каретах. Именно поэтому таких собак называли каретными. Вот у любых собак, которые имеют охотничьи корни, есть такой грех. Любят они подбирать с земли всякую гадость, и даже иногда могут изваляться в этой дурно пахнущей. Да, так и есть. Так и есть. Ну, насчет изваляться, это еще все-таки найти надо, а вот подобрать, это вообще просто. При том, как у нас работает ЖКХ, вот все помойки в распоряжении собаки. Поэтому, конечно, отучать надо от этого с детства. Вот. Я советую, чтобы собака вот к тем там 3,5 месяцам, когда вот она выходит на улицу, чтобы она знала уже команду ФУ до автоматизма. То есть, ну, то есть как знала, чтобы вот вы ей, например, даете что-то с руки. Вот. Она начинает есть. Вы говорите ФУ, и чтобы она перестала это есть, и как вот отошла. Если она вот на таком уровне команду ФУ будет знать, вам уже на улице с ней будет попроще. В общем, долматины, да, нюх у них хороший, аппетит прекрасный. Поэтому все, что можно съесть там где-то в траве, в кустах, на помойке, все это будет объектом ее интереса, как минимум. И она должна четко понимать, что это брать нельзя. Это просто опасно. Ирина, я хотела в связи с этим задать вопрос. Насколько легко в домашних условиях вообще дрессировать долматина, ну, не имея каких-то кинологической подготовки? Или уже лучше обратиться к специалисту? Вот насколько он легко дрессировать? Смотря какие у вас задачи. Ну, вот как раз повседневные, да. Не брать что-то, знаете, я это называю воспитанием. Воспитание, да. Вот, воспитывать, конечно, ну, так же, как воспитывают детей, воспитывают мужей. Вот, это все посильно, это вот ежедневно, просто общаясь изо дня в день. Для этого вам не нужно ходить к какому-то дрессировщику, вам нужно, ну, если вы вот прям вообще новичок, вам нужно какую-то, может быть, книжку прочитать или какие-то такие популярные статьи. Если у вас уже были собаки, то вам достаточно будет здравого смысла и вашего опыта и понимание, что вы хотите. То есть вы должны быть последовательные, вы должны быть адекватные, вы не должны требовать, там, того, чего собака просто физически или по своему возрасту не может вам дать. Вот. И, да, если вы хотите чего-то большего, конечно, надо идти на дрессировочную площадку. Это месяцев, наверное, с пяти начинаются щенячьи группы. Ну, по, на самом деле, по сезону. Конечно, если это ваши четыре месяца приходится на январь, то я бы, наверное, предпочла немножко потянуть до весны и прийти чуть позже. Вот, и наоборот. То есть, если именно вам нужна дрессированная собака, то есть вы должны четко понимать, воспитание и дрессировка – это разные вещи. И объективы. Да. То тогда надо идти на дрессировочную площадку, и тоже чем раньше, тем лучше. Знаете, дорогие друзья, ну, вот лично мое мнение, что с любой собакой всегда нужно обращаться к специалисту или ходить на дрессировочную площадку. Он убережет, я имею в виду, специалист вас от ошибок и научит правильно общаться с собакой. Ну, это исключительно мое мнение. По поводу опыта общения с Далматином. Мой, например, опыт общения с этой породой говорит о том, что о черных вещах, особенно шерстяных, вам лучше забыть. В принципе, вот может показаться, что Далматин практически не линяет. Но на самом деле это не так. Вот уже сейчас он даже рядышком посидел с вами, и есть шерстинки. Как можно противостоять этой линьке, потому что, ну, на самом деле это достаточно серьезная проблема? Шерсть – это большая проблема для человека неподготовленного, у которого никогда не было Далматина. Значит, вы должны четко понимать, что линять у вас собака будет круглый год. Шерсть представляет из себя такие... Ну, во-первых, она белая, то есть она на любой темной одежде будет видна. Она представляет из себя иголочки, которые втыкаются в одежду, и которые потом с некоторых тканей довольно плохо очищаются. Ну, с каких тканей? Это салон автомобиля или багажник, если у вас он такой, где ездит собака. Вот, это какие-то черные шерстяные вещи. Вот действительно о них вам придется забыть, либо их снимать. Есть и удобство в том, что за этой шерстью практически никак не надо ухаживать. Собаку не надо специально готовить к выставкам, если вы на эти выставки ходите, ее достаточно вот тряпочкой протереть. Вот, посмотрите, вот вся шерсть собаки, вот она сейчас посыпалась на пол. Она легко убирается... Ирина, и так постоянно? Сейчас он в стрессе. Вот, сейчас он пришел в незнакомое место, до этого он ехал в машине, поэтому шерсти больше, чем обычно. Он ее как бы сейчас сбрасывает. Но вы должны быть готовы, что в период линьки это будет постоянно. А можно как-то немножко с этим бороться? Я имею в виду профессиональная косметика? Косметикой я не думаю, что здесь поможет. Ну, поможет обычная рука. Вот так вот его вывели на улице. На улицу можно с помощью варежки, можно просто пальцами. Вот. И всю лишнюю шерсть вы с него счесали. Вот в хорошую линьку это может быть просто совок такой шерсти, но зато потом она сменится и линять будет меньше. В свое время у моих родственников жил далматин. И мы у этих родственников достаточно часто встречали Новый год. Казалось, что собака не линяет. Ничего подобного. Во-первых, нельзя было надевать черное, потому что белые волоски были очень хорошо видны. А во-вторых, спустя даже несколько месяцев в своем свитере после стирки я находил маленькие белые волоски, которые напоминали мне такие небольшие иголочки. Есть такой миф, а может быть и не миф, что далматины, они подвержены разным заболеваниям. Ну, во-первых, они жуткие аллергики, говорят, что достаточно часто далматины рождаются глухими. Это вот, скажем так, прошлое. Аллергии бывают, ну, наверное, у всех собак, но на собаке белой аллергия видна особенно хорошо. Хорошо. Она просто проявляется. Каждый прыщик, да, каждый прыщик вот где-нибудь на лбу или на морде вы увидите. Чтобы увидеть аллергию на, скажем, лохматые немецкие овчарки, она должна уже коростой покрыться, чтобы вы что-то заметили. Вот. На белых собаках сразу видно все, любые там покраснения, но это, с другой стороны, позволяет сразу начать какие-то меры принимать, потому что это означает, что, может быть, корм не подходит, может быть, какое-то средство для ухода не подходит. Но, конечно, с аллергиями многие сталкиваются. Это факт. Что касается глухоты, тоже ряд собак белого окраса, они имеют генетическую, наследственную глухоту, связанную именно с этим окрасом. Поэтому, что бы ни делали заводчики, она, ну, периодически все равно проявляется. Некоторые заводчики это как раз отрицают. Ну, тут очень сложно что-то отрицать. Дело в том, что, ну, последние, по крайней мере, лет 10, а, может быть, и больше в Европе и в Америке принято перед продажей щенков тестировать на глухоту. Существует специальный аппарат, который тестирует отдельно одно ухо, потом другое, и собака продается уже с этим сертификатом. И в России тоже это очень распространено. И сейчас, мне кажется, что непросто продать щенка без теста на глухоту. Поэтому здесь хоть что отрицать, статистика есть статистика. По этой статистике около 1% у нас щенков рождается полностью глухими. Ну, это как бы немало, но это, с другой стороны, это 1 из 100. В общем, это должно сильно заводчику не повезти, чтобы именно в этом помете родился глухой щенок. Еще они бывают глухими на одно ухо, но это как раз такой недостаток, который вы никогда не заметите. Вот просто при общении. Собаки передаются? Да, передаются. Да, существует статистика, которая довольно хорошо показывает. Именно поэтому мы выявляем при помощи прибора этих собак. Глухие полностью собаки, их, конечно, видно и так, они ведут себя совершенно по-другому, совершенно по-другому реагируют. Но собака глухая на одно ухо, вы никогда ее не отличите. И вот только прибор может ее идентифицировать, что вот она слышит там на одно ухо, на другое не слышит, и как-то там исключением ее из разведения мы можем эту статистику как-то немножко улучшать. Это очень важно, но когда вы покупаете щенка, вы уже получаете на руки документ, какой статус у него слуха, и, соответственно, можете принимать решение. Вы можете купить односторонне глухую собаку, просто тогда не вязать ее. Ирина, а вот подскажите, если все-таки я решу купить глухого щенка, как его воспитывать, как взаимодействовать? Может быть, в этом случае рекомендуется, чтобы дома была вторая собака, чтобы глухой щенок ориентировался по поведению как-то на вторую собаку? Глухая собака однозначно не должна быть первым вашим опытом с собаками. Для новичков. У вас должен быть уже опыт с талматинами, со слышащими, и вы должны четко понимать, в чем у вас будут сложности. А они, конечно, будут. То есть, что такое глухая собака? Это собака, которая не будет слышать звуков города. Да, вот машина сзади, там к ней несется другая собака, вы хотите ее предостеречь или отозвать, и ваш питомец не слышит. То есть, невозможность еще и управлять собакой? Невозможность управлять в условиях города. Если вы живете в частном доме за забором, это, ну, ваше неудобство будет сводиться к тому, что вам, чтобы позвать собаку, надо будет, чтобы она вас видела непосредственно. Да, вот она находится в соседней комнате, и пока вы ей не покажетесь, и рукой не махнете, она вас не увидит. А в городе, конечно, столько звуков, которые, ну, собака должна слышать. И здесь у вас будут сложности. То есть, в чем будет сложность? Ну, вам будет необходимо постоянно контролировать собаку поводком. Вы не сможете его отпустить там, где есть, ну, хоть малейшая опасность. Да? Безопасность прежде всего. Да, иначе собака, ну, очень быстро погибнет у вас на глазах, может быть, на глазах у ребенка вашего. Это будет, ну, большой трагедией. А это, естественно, случится, когда, ну, вы сами знаете, кругом машины. Поэтому собаку надо будет обучать жестом. Существуют методики, существуют книги на этот счет. Потому что не только же далматины бывают глухими. Вот, во многих породах глухота есть. Вот, и вам надо будет четко понять, что воспитывать эту собаку можно, но это будет по-другому. У вас не будет для этого знаний. И вы должны быть уверены, что вам точно хватит терпения для этого. Это как вот с больным ребенком. С другой стороны, если вы придете на дрессировочную площадку, там вот, например, по нашим нормативам общего курса дрессировки собака обучается работе как по голосу, так и по жесту. Пожественно. Да. Да, но все равно в повседневной жизни, конечно, глухая собака, она понимает, что она глухая. И она постоянно следит за своим хозяином. Она вот, ну, редко бывает так, что она куда-то вот ушла за горизонт от хозяина. Она обычно отходит гораздо, ну, реже, чем ее слышащие собратья. Она постоянно, вот, хозяина мониторит, и это облегчает с ней контакт. Еще более облегчит, если у вас есть уже хорошо обученные, слышащие собаки в семье, и она будет просто еще одним членом семьи, который будет копировать поведение. Она будет корректироваться на стае. Она должна быть, ну, воспитана, иначе будут копировать все вот дурные привычки и дурное поведение. Одна убежала, и вторая за ней. Как часто нужно навещать ветеринарного врача? Предполагается, что вы ходите в ветеринарную клинику не только, когда собака серьезно больна, ей уже требуются уколы и капельницы, а просто для того, чтобы проверить, все ли с ней нормально. Вот. Поэтому вы должны регулярно посещать врача. Ну, как минимум, это раз в год для прививок. Если вам кажется, что нужен еще какой-то мониторинг, там, электрокардиограмму сделать, лишний раз паразитов прогнать, что-то вас беспокоит. Вообще рекомендуется после пяти лет посещать ветеринарного врача два раза в год, как минимум. Да, но это должна быть желательно клиника, где есть какое-то оборудование, на котором сразу можно собаку посмотреть, сделать там ультразвук, еще что-то. То есть, ваша задача – прийти и убедиться, что собака здорова по-прежнему. Да? Или если у нее есть какое-то хроническое заболевание, что оно находится под контролем. Дорогие друзья, хочу обратить ваше внимание. Конечно, ветеринарного врача посещать нужно. Но вы самостоятельно должны обрабатывать собаку от паразитов. И обязательно раз в год собаку вакцинировать. Причем прививка от бешенства должна быть обязательно. Кстати говоря, в нашей стране она делается бесплатно. Предками долматинов считаются истрийские поинтеры и мраморные доги. Фрески с изображением крапчатых собак, предположительно это были предки долматинов, можно найти во Флоренции, в одной из церквей, которая называется Санта-Мария-Новелла. Так вот, одна из этих фресок датируется 1360 годом. Порода долматин, она, с одной стороны, узнаваема, она популярна благодаря, кстати говоря, и книге, и мультфильму. А вот эта популярность, она, на ваш взгляд, вредит породе или нет? Потому что заводчики вообще не очень любят, когда порода, то, что называется, вот так вот, излишне раскручена. Популярность очень сильно вредит породе. И мы видели вот в истории породы несколько таких всплесков. Ну, вы все правильно сказали, что первое, это было в конце 60-х годов, когда книжка вышла, потом вышел мультфильм сразу, потом вышел один фильм, потом еще один. И вот каждый этот виток популярности, он очень дается нам болезненно. Потому что люди начинают покупать собак вот просто потому, что им показалось, что это довольно модно. Да, не потому что у них действительно есть потребность сейчас завести собаку. И покупают очень часто для детей, потому что порода узнаваемая, и ребенок, он может там не знать какого-нибудь Ньюфаунленда. А вот долматин и любой там ребенок с 5 лет очень хорошо отличает. Он тычет пальчиком, говорит, хочу такую собаку, вспоминает, как они весело там включают кофемашину своему хозяину. Тоже хотят такую. Это очень для породы плохо, потому что любую собаку надо заводить осознанно. А мода, она провоцирует спонтанное решение завести собаку. С другой стороны, наверное, приятно, когда вы идете по улице и видите долматин, родная душа. Ну, конечно. Особенно, когда, например, я за границей или в тех странах, где я не ожидаю увидеть долматино, и вдруг я его вижу на улице, я начинаю бороться со своим чувством, подойти к совершенно незнакомому человеку, на языке которого я не разговариваю, и начать что-то там его выяснять, что за собака у него на поводке и откуда. Но обычно все равно подхожу. Ирина, возвращаясь к активному характеру собаки, скажите, пожалуйста, вот я читала, что часто собака, когда остается одна дома, там у нее начинается деструктивное поведение, она может что-то порвать. И опять же, из-за своей энергичности, как вот помочь собаке справиться с этим? Достаточно ли просто ежедневных прогулок по полтора часа? Или, допустим, нужно ежедневно на площадку собачью специально водить, чтобы она там побегала по разным каким-то тренажерам? Или, может быть, есть какие-то хитрости, как дома ее отвлечь при помощи игрушек? Есть какие-то советы? Ну, я вас хочу обрадовать, что именно вот долматины, они не очень подвержены вот такому деструктивному поведению. Вот, по сравнению с другими активными породами, которые мы сейчас не будем называть, но они есть, и их владельцы, они знают об этой проблеме. Долматины, как правило, оставаясь дома, они не громят квартиру. Но, конечно, это не дает вам стопроцентной гарантии, что и у вас так не будет. Если собака начинает все-таки дома что-то хулиганить, то ее надо каким-то образом ограничить передвижение. Прежде всего, для ее же безопасности, потому что она может и провода погрызть электрические, еще что-то. Не только долматины. Из таких советов это завести просторную, хорошую клетку, в которую вы на недлительное время будете собаку запирать. Это не значит, что вы ушли в 8 утра и пришли в 8 вечера, и все это время собака в клетке. Вот, если так, то нет. Но если вам надо куда-то уйти на пару часов, и вы знаете, что собака может что-то повредить за ваше отсутствие, то закрыли в клетку, она все это время там спала, ну, пришли домой, пошли гулять. Наверное, также не стоит забывать, что какую-нибудь миску с водичкой, конечно, обязательно, да. Но плюс еще нужно к этой клетке, хотя это, в принципе, ну, такое собачье место, нужно приучать собаку. И собака должна воспринимать это не как заточение, а что-то приятное, да. То есть приучать собаку к месту следующим образом. Оставлять там лакомство, хвалить ее каждый раз, когда она туда заходит, чтобы с этим местом было связано как можно больше всего хорошего у собаки. И вы потом увидите, что собака сама туда будет заходить и будет воспринимать это, ну, как свою конуру. Да, то есть в ней лежит там ее любимая подстилка, лежат какие-то любимые игрушки. И собака даже при том, что вы дома, она все равно будет уходить в эту клетку и там спать. Вот, а уходя из дома, вам останется просто ее там запереть. То есть это проблема решаема, но еще раз, клеткой не надо злоупотреблять. То есть собака должна быть там ограничена какое-то небольшое время. И еще такая важная вещь, что клетка хорошо, активные прогулки, конечно, это замечательно, но собака должна загружать свою голову тоже чем-то. Чем? Это не обязательно должна быть какая-то сложная дрессировка. Самые бытовые команды, которые вы должны вот просто комплексом там потратить 10-15 минут в день, чтобы собака их повторила, выучила какие-то новые, вам обоим это доставит удовольствие. И после этого она станет гораздо спокойнее и перестанет громить вашу квартиру. Это проверено опытом многих владельцев. То есть собака постоянно должна как-то думать и как-то мозг ее должен работать. Если вы научите собаку самым простым командам, ну, во-первых, это, помните, что еще дополнительная страховка, чтобы собака у вас никуда не убежала, не рванула за кошкой и так далее. То есть вы здесь не просто повышаете контроль, а вы еще и взаимодействуете. Собака будет заинтересована в вас как, ну, своего рода такой игрушки, своего рода, ну, что-то такое, что дает интересную информацию, что-то, что привлекает собаку. При этом вот 10 минут интенсивных занятий, там даже команды, сидеть, лежать, дай лапу, это, в принципе, ну, сродни, наверное, километровому кроссу. Екатерина задала традиционные вопросы для человека, который хочет завести Далматина. У нее были все те же опасения, те же надежды, те же стереотипы. Поэтому, в принципе, я думаю, что ничем она меня не удивила, но она продемонстрировала то, что она о породе думает. Это не спонтанное ее решение. И мне это очень понравилось. Меня несколько удивило то, что, в общем-то, Далматин полностью подходит для проживания в квартире. Что его можно отвлечь и нагрузить дрессировкой, что он спокойно себя ведет в отсутствии хозяина. Меня это удивило, потому что я считала, что Далматинец в силу своей активности, такой характера, он дома также может драть мебель, либо там какие-то немножко хулиганить, когда владельца нет рядом. Что касается линьки, тут я не удивилась обилию шерсти. У меня есть кот, и также борюсь с шерстью. И, в общем-то, готова также к ежедневной уборке пылесосом, квартиры и вычесыванию собаки. Екатерина, а как вам пришла вообще в голову идея завести Далматина, поскольку, ну, в общем, собака не такая простая. Она замечательная, она обаятельная, она очень контактная. Но вот назвать ее вот совсем бесхитростной, у меня язык не поворачивается. Ну, честно говоря, может быть, тоже я тут немножко с детства поддалась моде и очарованию этих собак, да, из мультиков, фильмов. И потом уже, ну, более взрослым, во взрослом возрасте я не раз встречалась и контактировала с Далматинами. И, ну, мне очень, мне очень понравилось общение с этой породой собак. И мне нравится, что эта собака-компаньон. Как раз из нашей беседы очень важная для себя подчеркнула, что можно удобно брать ее с собой на прогулки, поездки, на велосипедах, потому что я люблю кататься на велосипеде. Если собака будет мне в этом помогать, ассистировать, то это очень здорово. К тому же у меня сейчас есть свое жилье, в котором я живу вместе с мужем. И мой текущий график работы позволяет мне проводить достаточно времени с питомцем в будущем. То есть я не очень рано ухожу на работу и не очень поздно возвращаюсь. И готова, особенно вечерами, ну, минимум полтора часа с собакой гулять, проводить. А муж в курсе, что вы хотите завести собаку? Да, конечно, это наше совместное решение. Я считаю, что... Нет, просто вопрос не праздный. Можно, нужно обсуждать, да, такие вещи, конечно, потому что я полагаюсь на помощь мужа в воспитании щенка, конечно. То есть я считаю, что надо это решать вдвоем и воспитывать вдвоем. Понятно. Я правильно понимаю, что вот детей у вас пока... Да, детей нет. А какие-то планы на этот счет есть? То есть вот вы живете вдвоем с мужем, верно? Да, и кошкой. И кошкой. Хорошо. Ну, как бы, в принципе, наверное, когда-то вы захотите завести ребенка или, по крайней мере, вы этот вариант будете рассматривать. Да, все верно. Но, насколько я поняла, Далматин довольно такая семейная собака. Несомненно, несомненно. Но, конечно, просто ребенок он... Собака это как еще один ребенок. Я понимаю, да. То есть ребенок, он будет у вас отнимать много времени, поэтому вы должны как-то так вот будете распределить это время, чтобы всем хватало его. Конечно, дети это на самом деле ребенок в семье это плюс для любого потенциального владельца. Я вот вам могу рассказать, как примерно выглядит наш вот такой среднестатистический владелец. Это вот обычно пара с детьми или без детей. Вот в вашем случае это без детей. Не пенсионного возраста, а где-то обычно там до 40 лет, которые активно работают, активно отдыхают, живут в городе. То есть вы, в общем, под эти параметры наши подходите. Единственное, то есть 90% наших владельцев, они именно такие. То есть бывают отклонения, потому что, ну, например, если человек 30 лет уже до Алматинов держит, и он просто уже в силу возраста перестал быть 40-летним, но у него есть опыт... Пародия не изменяет. Да, пародия не изменяет. То есть, естественно, мы ему все равно собаку продадим, и, в общем, ну, может быть, вместо кобеля там предложим суку или там как-то наиболее спокойного щенка выберем для него. То есть это не будет препятствием. Но среднестатистический владелец, это именно вот как вы себя описали. А как долго вы отсутствуете дома? Ну, около 9 часов. Около 9 часов. И муж тоже, да? А что будете делать, когда у вас появится щенок? Потому что все-таки с маленьким щеночком нужно и больше гулять, и больше уделять ему времени. Потому что, ну, 9 часов – это такой серьезный промежуток времени. Ну, вы знаете, у меня тут есть лазейка. Дело в том, что у меня живет свекровь через несколько подъездов в этом же доме, и она не работает. и очень любит тоже животных, и она бы первое время могла помогать в этом вопросе. Да, это очень хорошая поддержка. Она уже знает об этом, что ей предстоит. Ну, естественно, не регулярно, там не на протяжении года, я имею в виду, но на первых порах, да. То есть это может быть помощь. Ирина, а я правильно понял ваш вопрос, когда вы спросили по поводу детей, что, ну, в принципе, нежелательно появление одновременно маленького ребенка и маленького щенка. Ну, тогда просто ни сил, ни времени не хватит. Ну, да, во многом это так. То есть вы должны четко, вот если у вас раньше детей не было, вы не представляете, сколько это может занять вашего времени. И вы пока не представляете, сколько времени займет собака. И если у вас этого времени или ваших моральных сил не хватит, то вам придется, да, физически, то вы будете вынуждены делать выбор между этими двумя существами. Хотелось бы, чтобы ребенок уже был, либо уже собака уже была настолько дорога, чтобы вот вы уже не рассматривали вариант с ней как-то расстаться. Ну, вот одновременно, наверное, это для собаки просто рискованно. Она не выдержит этой конкуренции. Мы просили вас снять вашу квартиру, то место, где будет жить собака, где она будет гулять. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. У меня двухкомнатная квартира. Она не то чтобы очень большая, но места собаки хватит. Я уже знаю, где у меня будет лежанка, и в случае необходимости могу поставить клетку, как раз-таки просторную, да, о которой мы говорили. Если говорить о прогулках, у меня рядом с домом есть и площадка для собак, также недалеко находится лицевский лесопарк, в которых я могу также делать длительные прогулки с собаками. И опять же, я могу там ездить на велосипедах вместе с собакой. Вы уже думали о том, будет ли это копель или сука? Честно говоря, не знаю, с кем проще. Возможно, с девочкой как раз-таки будет проще. Ну, прежде чем вы решите, что вот вы хотите щенка, вам надо будет с этим определиться, потому что это принципиально важно. Ну, то есть, когда вы приходите к заводчику, вот ко мне, например, чем точнее вы сформулируете ваш запрос, тем заводчику будет проще вам подобрать то, что вам именно нужно. Ну, в чем основная разница между кобелем и сукой? Я считаю, что в размере, потому что характеры, они все-таки у всех разные, ну, как вот дети, например, там девочка и мальчик. Ну, вот, а размер, он принципиален. Суку, например, вот я могу поднять на руки, чтобы, например, переставить ее в ванну для мытья. Она весит, ну, где-то там 25-27 килограмм. Я могу вот так ее взять и поставить куда-то. Кобель, вот такой примерно, как Делвин, это где-то под 40 килограмм весом. Его я уже не могу ни подсадить в машину, если это требуется, ни поднять просто даже там на секунду на руки, чтобы взвесить или еще что-то с ним такое сделать. Ну, вот это нужна помощь уже мужчины. Или вы должны просто рассчитывать на свои силы. Соответственно, если собака плохо воспитана, ну, я надеюсь, что с вами так не произойдет, но тем не менее, вот она вас, например, на гололеде потянула. Вот эти вот 40 килограмм, они, в принципе, сопоставимы с вашим весом. И вы его просто не удержите. То есть, если суке, ну, очень рекомендуется дрессировка, то для кобеля она просто обязательна, иначе вы не справитесь с этим вот животным. Считается, что суке более контактные? Ну, я бы поспорила, потому что это все-таки очень индивидуально, зависит от конкретной собаки. А самое главное от того, сколько вы вот будете уделять ей времени и сил. А еще кобель, наверное, чаще возникает конкуренция с другими кобелями. На прогулке, может быть, какие-то больше конфликтных ситуации. На прогулке, может быть, если они живут в семье, там, два кобеля, они обычно живут очень дружно, просто как два любящего братика, и проблем никаких не возникает. На прогулке, конечно, особенно если собака недостаточно воспитана, она может доставлять какие-то проблемы и вам, и окружающим, особенно если... Особенно неприятно, когда долмати, например, нападает на какую-то маленькую собаку. Ну, это просто неприлично, это неприятно, это стыдно. И опять же, если собака сильная, вы его вот там не удержали, упустили поводок, и он куда-то побежал. Конечно, с суками такие проблемы возникают реже, но они тоже не исключены. С другой стороны, с сукой нужно учитывать, что раз в полгода вы будете находиться практически в изоляции, то есть вы не сможете гулять в тех местах, где гуляют остальные, и, в общем, смотреть то, что называется по сторонам. Да, при этом этот период будет длиться там 3-4 недели, то есть это, считайте, 2 месяца в году, ваша собака находится на поводке, вы гуляете где-то там ранним утром или поздно вечером, чтобы никого не беспокоить, и это, конечно, создает мне удобство. Плюс еще в эти дни возможно, ну, скажем так, некоторые изменения в поведении, потому что вот у меня, например, когда была сука, она была идеально адресирована, но вот в это время я чувствовал, что я не то, чтобы теряю контроль над ней, но он не такой жесткий, и вот с этим тоже нужно будет считаться. Потом у собаки через 2 месяца после течки, то есть вот примерно в период, когда она должна бы родить щенков, если бы вы решили их завести, соответственно, у нее могут тоже быть какие-то физиологические гормональные изменения, связанные с тем, что у нее вырабатывается молоко, иногда требуется вмешательство врача, ей нужно увеличить прогулки, ограничить еду, питье, то есть это тоже такое состояние, которое может требовать, может быть нет, но вы должны быть готовы, что оно может быть требовать какого-то вашего тоже наблюдения, участия, то есть с суками не так все просто, особенно если вы не будете планировать ее, скажем, вязать и заводить щенков. Кстати, какие у вас на этот счет планы? Я не планирую заводить щенков, то есть я планирую и там участвовать в выставках, я выбираю собаку именно как члена семьи, просто домашнего любимца, члена семьи. Ну, тогда рано или поздно вы встанете перед дилеммой, не нужно ли эту собаку стерилизовать, как-то ограничить ее способность к воспроизводству, да, потому что если это кобель, ну, считается, что кастрированный кобель становится несколько спокойнее и с ним, ну, если есть какие-то проблемы, вот связанные там с агрессией или там с убеганием за суками, то они как-то нивелируются, эти проблемы. Соответственно, у суки, у стерилизованной, у нее нет вот этих течек, всех вот этих вот нежелательных состояний, поэтому рано или поздно вы придете к этому вопросу и вам тоже надо будет понять, ну, как вы к этому относитесь и тоже желательно это знать, ну, как можно раньше, потому что такого рода операции, если они делаются, ну, чем раньше они делаются, на самом деле, тем лучше. Я в этом плане бы руководствовалась, что для собаки будет лучше, то есть совету ветеринарного врача и он расскажет в плане, там, если необходима будет операция, то да. Ну, просто в случае такой операции вот эти все проблемы с суками, они у вас исчезнут, и у вас тогда будет больше мотивации именно суку завести. Мне совершенно не смутили вопросы, которые мне задавала Ирина. Я, наоборот, сторонник того, чтобы заводчик как можно больше узнал о будущем владельце, и я поддерживаю всячески ответственные отношения к питомцу, и я это понимаю и принимаю, и уважаю. На мистерину я точно такие же, наверное, вопросы задавала. Я для себя подчеркнула, что действительно важно определиться с полом будущей собаки, потому что этот момент как-то я не уделяла ему должного внимания, честно говоря, ранее. Сама идея проекта как таковая мне показалась очень интересной, потому что обычно, вот если человек хочет завести собаку определенной породы, что он может сделать? Он идет в интернет, находит какие-то видео об этой породе, которые записаны заводчиками, либо, ну, людьми, явно в эту породу влюбленными, и, соответственно, такое видео, оно будет уже предвзято, и в нем те недостатки породы, которые на самом деле существуют, они будут либо замолчены, либо превращены в какие-то ее достоинства, и таким образом потенциальный покупатель увидит только одну сторону медали. Вот вопросы этого шоу, они позволяют рассказать о каких-то недостатках, о сложностях, даже не обязательно недостатках, о каких-то особенностях породы, которые есть, чтобы человек принял правильное и взвешенное решение, потому что не каждая порода подходит любому человеку, и здесь дело не в размере, дело не в активности, а дело, ну, в какой-то совместимости. После беседы с Ириной мое отношение к Далматинам изменилось, потому что я стала любить их еще больше. Я в ближайшее время, ну, я не говорю, что это будет ближайшая неделя, но, тем не менее, в ближайшее время я планирую завести щенка. Мне кажется, что Екатерина вполне готова стать владельцем Далматина, но, может быть, вот не завтра, потому что обычно, когда человек готов завести собаку прямо завтра, он расчищает для этого какое-то время в своем графике, там, ну, может быть, берет отпуск, как-то уже у него начинаются такие хлопоты и приготовления, которых сейчас я пока в ней не вижу, сейчас она, сейчас она пока проводит разведку, она, по-моему, убедилась в том, что породы ей подходят. Может быть, ну, я не удивлюсь, если она рассматривает еще каких-то пород схожего поведения, схожего внешнего вида, и это тоже нормально, это правильно. Я думаю, что должно пройти еще какое-то небольшое время, чтобы она полностью утвердилась, и как только она будет готова щенка привозить в дом завтра, она позвонит и скажет об этом. Дорогие друзья, Хвост Ньюз подготовил для вас подарки, в том числе и от немецкого премиального бренда амуниции для питомцев Хантер. Хантер – это непревзойденное немецкое качество, премиальное виды кожи и надежный формикл. Екатерина, а для вас подарок от Хвост Ньюз, который называется «Первый шаг». Я уверен, что он понадобится вашему питомцу. Спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно скачивайте очень полезное приложение Хвост Ньюз. Это было ток-шоу «Хочу собаку» и я, его ведущий Григорий Манев. Скоро увидимся, всего хорошего, пока.